Здравия желаю мобильные танкисты, давно у нас не было никаких обзоров веток и хотелось бы в этот раз что-то прям совсем необычное и интересное и оно у меня есть. Сегодня мы с вами поговорим о самой недооцененной среди игроков ветку средних танков, которая многим из вас может вполне себе понравиться, ибо во всяком случае десятка не самая сложная и вполне нагибучая машина. Да, сегодня мы поговорим о ветке китайских средних танков, ибо ветки Китая не сыскали прям сильной популярностью игроков, ибо там по сути копии советов, а некоторые из них при этом умудряются быть хуже оригиналов, потому зачем они собственно нужны? Однако, все не так просто, и я вам расскажу о ветке средних танков, а вы для себя решите, стоит ли оно того. В World of Tanks в нем шестого уровня, ибо все что до него просто неинтересно, и тут нас встречает весьма противоречивый танк под названием Type 58, который является ничем иным как Т-34-85 с предтоповой пушкой. А что это нам говорит? А это говорит нам о паршивом пробитии в 128 миллиметров и более высоком ДПМе, аж на целых 100 единиц. Танк вызвал весьма двоякое чувство, ведь в топе он просто прекрасен, в меру динамичный, с альфой 200 единиц, с рикошетной башней и хорошим ДПМом. Однако, на дне списка дела у него обстоят довольно плохо, ибо пробоя категорически не хватает против тяжей. Танк частично проходной, особо ничем не запоминается, кроме как урезанной копии нашего 7-5, не более того. На седьмом уровне нас уже ждет более интересный аппарат Т-34-1, который оставил очень приятные впечатления, но обо всем по порядку. Динамика у него не очень, всего около 40 километров в час в среднем. Однако, чтобы приехать на нужное направление, одним из первых ее в принципе хватает. Правда, держите в голове, что крутись такой динамикой вы особо никого не сможете. Однако, если вспомнить его орудие, которое имеет КД в районе 8 секунд, сразу становится понятно, что мериться ДПМом на нем нельзя. Этот танк имеет крайне комфортную пушку с альфой в 280 единиц и пробоем в 160, чего вполне хватает, чтобы играть в топе. Ну и против восьмерок придется таки заряжать голду. Однако, на этом танке, в отличие от какой-нибудь Т-43, не чувствуется прям сильный недостаток пробития, потому орудие однозначно зачет. Что касаемо корпуса, то он полный картон, пробивает его все и при этом постоянно критуют модули. А вот башня у него просто от ас, и играть от нее вполне себе можно, и при этом нехило танковать. Правда, при этом не завезли УВН для такой башни, их всего лишь минус 6. Однако, учитывая, что нам предстоит видеть дальше, то это не всего лишь минус 6, а целых минус 6 УВНов. В любом случае, танк оставил лишь приятные впечатления, и играть на нем одно удовольствие, чего не скажешь о следующей машине. А на восьмом уровне нас поджидает Т-34-2, который по логике должен быть модернизацией предыдущего танка в плане геймплея. А по факту, это просто катастрофа, а не танк. Да, он стал чуть динамичнее, имеет все так же бронированную башню и хлипкий корпус, а попадание в корпус дает еще и крит БК в 90% случаев. И все это можно было истерпеть, как говорится, видали и похуже. Даже минус 5 УВН не так калит, как его орудия. Что первое орудие с ДПМом, что второе с Альфой, они оба ужасны. Это танк, на котором вы будете просто превозмогать каждый бой, и с подым и кровью добывать крупицу урона. Ибо у танка эти проклятые 175 мм пробоя на 8 уровне, что против апнутых ТТ своего уровня уже ни о чем. А о девятках я вообще молчу, там просто полная беспомощность. Единственный плюс орудия с Альфой, это быстрое сведение в районе секунды или две. Но для выстрела все равно нужно обязательно останавливаться, а с его броней это сравнимо с самоубийством, что чаще всего и происходит. Это, наверное, самый убогий танк в этой ветке, и его нужно просто перетерпеть. Ибо на 9 уровне понадобится ох как много свободного опыта. На 9 уровне нас ждет в принципе неплохой танк, но с одним огромным но. Для того, чтобы вывести из стока в более-менее играбельное состояние, понадобится более 200 тысяч свободного опыта. Что просто неподъемная сумма для многих игроков. Однако, благодаря рекламе и многим ивентам, получить свободку в наше время стало намного проще, чем раньше. Однако, это нам говорит о том, что эта ветка точно не должна прокачиваться одной из первых. Ну а теперь к танку. В топовом состоянии он очень даже неплох. Неплохая как для СТ броня на уровне легендарного Т-54, правда немножко похуже. Неплохая динамика в 56 км в час максималки, которого мы хоть увидим только во снах, однако ее хватает, чтобы чувствовать себя комфортно на поле боя. И казалось бы, что может испортить этот, на первый взгляд, неплохой танк? Минус 3, мать его, УВНа. И я сейчас не преувеличиваю. Если вам на предыдущих танков не хватало УВНов, то на этой машине вы просто взводите от отчаяния. УВН не хватает практически в каждом бою, и это нужно учитывать, выбирая направления. Многие из которых для вас просто закрыты. Однако, танк все равно, на мой взгляд, достаточно неплох. Да, у него хватает слабых мест, но в бою он чувствует себя намного лучше, чем 8 уровень этой ветки, потому кому-то он даже понравится. Лично у меня он оставил довольно смешные впечатления. И вот пройдя все эти круги ада, вас ожидает обалденный средний танк с огромным потенциалом, в котором сочетается и альфа в 420 единиц, что является рекордным для 10 уровня, и отличный ДПМ в 3440 единиц урона в минуту. Орудие у танка имеет всего лишь два минуса, это стабилизация, так как это плата за альфу, и у ВН всего лишь минус 6. Однако, по сравнению с предыдущими машинами, для вас это будет явно не минус. В остальном, танк полностью сохраняет концепцию ветки, а именно низкий силуэт, средняя динамика, броня в башне и высокая разовая альфа. Но только теперь тут нету этих проклятых минус 3 УВНов, и танк чувствует себя в рандоме просто великолепно. Единственное, что стоит помнить, так это то, что его ни в коем случае нельзя прокачивать, как первый или один из первых топов. Если вы уже матерый игрок, у которого достаточно опыта игры, а также не меньше свободного, то приглядитесь к этой ветке. Да, местами она будет тернистой, и у вас будет просто люто гореть, но вот топ этой ветки принесет вам массу положительных эмоций. Лично мне этот танк понравился, и он является одним из моих любимейших десяток. А свое мнение по этой машине вы можете написать в комментариях, ибо на этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за ваш просмотр, не забывайте про свой лайк и подписку на канал, и комментарии оставь со своим мнением о данной ветке. И до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok